Музыка Когда Иисус ходил по земле, Он столько говорил притчами и специально для того, чтобы они жили вечно. Потому что если скажешь одно слово, оно можно как-то изменить. Но притчами они объясняют очень многое на века. И все притчи, которые Бог говорил, мы разбираем с вами и видим, как интересно Бог нам открывает даже Царство Небесное. И вы знаете, одну притчу мне особенно хочется всю прочитать. Обычно я как-то немножечко читаю, но эту мне хочется всю. Потому что она очень интересна для нас с вами. И даже могу сказать, к этому времени очень подходит, к нашему. Матфея 20, 1, 16. Когда Иисус сказал Ибо Царство Небесное подобно Хозяину Дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник Свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник Свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал, идите и вы, виноградник мой. И что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управляющему своему, позови работников и отдай им плату. Начав с последних до первых, и пришедшие около одиннадцатого часа, получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили им. Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами? Перенесшими тягость дня и зной? Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динари ли ты договаривался, со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем доме, что хочу делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут первые последними. И последние первыми. Ибо много званых, но мало избранных. Вот хочу разобрать эту притчу. Знаете, она очень интересная. Что Бог хотел сказать через это нам всем? Какое предупреждение? Фактически, это обращение идет к тем, кто служит, к служителям. Кто служит многие годы, Бог их нанял с начала, от начала. И вы знаете, есть такая опасность у тех, которые от начала пришли и служат долгие годы. Привыкание. Им кажется, что они уже как хозяева. Когда много лет человек в служении, в церкви, ему кажется, что он уже просто здесь прирос, и это его. Чувствует себя уверенным. Чувствует, что он уже достой наград. Он уже какую-то позицию занимает, установившуюся. И с этой позиции смотрит на новопришедших. То есть, с высоты. Новопришедшие, а что они знают? А что они перенесли? Вот мы и тягость, и зной. То есть, есть такая позиция устоявшегося и немножечко высокомерие. Правильная ли это позиция? Господь показал, что очень интересно он на это смотрит. Что вообще иначе судит? Что у Господа нет такого понятия, кто пришел раньше, кто пришел позже. Он смотрит на то, как ты стоишь пред Богом сейчас. И вновь пришедшие могут оказаться первыми, а те, которые пришли в начале, могут оказаться вообще последними. Нельзя ожидать себе особого расположения от Господа, потому что я 20 лет в церкви. Ничем ты не привилегирован, если ты просто сидишь в церкви. И Господь это показал. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше награду. Потому что они больше поработали. Но совершенно оказалось иначе. И с ними Господь договорился на динарии. На одну и ту же плату. Какое шокирующее состояние у тех, которые видят, что человек пришел позже, а оказался первым. Что ждет Господь от нас? Он говорит, Царство Небесное подобно этому. Чему этому? Вот таким людям, которые будут завидовать, чему подобно? А что мы в этой притче видели подобного? Хочется задать вам вопрос. Как по-вашему, что имел в виду Христос? Вот так вот в Царстве Божьем? Или он хотел показать, что в Царстве Божьем вот так судит Господь? Не народ такой, а вот так судит Господь. Справедливо в глазах Божьих, а не в глазах человеческих. По человеческому рассуждению, да, справедливо. Я столько лет, а это только что пришел, справедливо. по человеческому понятию и рассуждению. Но Господь смотрит иначе. Он смотрит на сердца. Он звал. Вы обратили внимание? Он призывал. Он мог сразу их взять. Они всегда там стояли. Разве не так? Он ходил на то же самое место. Это хозяин и брал. То одних потом пошел. А почему вы еще стоите? Ну идите. А почему вы еще стоите? Ну идите. Бог призывает. Хочу, чтобы вы обратили внимание, это Бог призывает в свой виноградник. И призывает он не зрителей. Он не сказал, придите в виноградник, сядьте и посидите, смотрите, как другие работают. Вы такое заметили? Я такого не увидела. Он говорит, придите, поработайте. Придите, поработайте, виноградник. А не сидите и наблюдайте, как другие трудятся. Он нанимал служителей. Когда идет речь о званых, то Господь всегда зовет свое царство, чтобы вы послужили. не просто пришли, а послужили. Служения у Господа много, как Он говорит, сосуды разные. Но Он всегда призывает послужить, чтобы потом наградить. Конечно, есть и те, которые как виноградные лозы, за ними надо поухаживать еще, чтобы они принесли плод веры. Но кого Бог нанимает как работников и призывает потрудиться, служители Божьи должны в первую очередь потрудиться над собственным сердцем. В первую очередь, мои хорошие. Вот что хотел еще в этой притче показать Господь. Если не изменять свое сердечко, если не двигаться в служении и в этом именно очищении, то можно прийти к очень печальному концу. Как мы видим, Господь говорит, или у тебя глаз завистлив? Вы представляете, прийти к концу и оказаться завистливым оком? Евангелие, оно пропитано призывом освящаться, освобождаться от своей греховной натуры, отрекаться от своего эго, от своей гордыни. Мы распятью призваны как распять нашу натуру со всеми ее грехами, похотями, страстями. Время в служении в винограднике это время перемен. Если ты считаешь, что ты служишь и не меняешься, то тебя ждет очень плохой суд. Под конец услышишь глаз твой завистлив, потому что не рождаемся мы с чистым глазом. Имеется в виду сердце, глаза сердца. Если мы сердце не обрежем, там есть все. Там есть и зависть, и сварливость, и все негодное. И ропот, как они возроптали. Это все есть. Поэтому нужно освобождение, очищение. Мы в первую очередь призваны прийти в образ Христа. Стать подобны Его образу. Мы все к этому призваны. Поэтому Иисус сказал, научитесь от Меня. Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И вы посмотрите, в этом слове, что сказано Матфея 11, 29, 30. Тоже призвал к служению. Возьмите Иго Мое. Возьмите Иго Мое на себя, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Ну как же, если Бог уже сказал взять Его Иго, значит, я уже готов. Мне уже не надо меняться. Я уже все осветился, мне уже Бог сказал, возьми Иго, давай служи. Но Он сказал, возьми и начинай работать над Собой. И научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо Иго Мое благо, а время Мое легкое. Он в этих стихах сказал очень много. Вы знаете, если правильно читать и углубляться, ох, как много Он говорит. Мы должны стать кроткими. Научиться от Иисуса Христа кротости и смирению. Это процесс. А при этом неси Иго. А при этом неси Иго. Служи. Но меняйся. Бог призывает нас к этому. Научиться быть смиренными. Научиться свою натуру покорить. Покорить под ноги Христа. Что значит покорить под ноги Христа? Покорить в Его любовь. Понимаете, Его любви покорить. Покорить себя. Наша натура очень непокорна. Покажите мне человека, который бы не искал своего. Но только когда мы покоряемся, мы перестаем искать своего. Хотя натура хочет. Но ты ее просто покоряешь. Вот этой любви, которая не ищет своего. Любви Агапы. Поэтому Павел, он все время говорил о своей жизни. Он говорит, подражайте мне, да? Как я Христу. И вот он рассказывает, как он подражал. Первый Коринфянам 15.31 Я каждый день умираю. Свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья. То есть вы, братья, видите, что я живу каждый день умирать для себя. Как он говорит, свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе наш. То есть, если ты говоришь, я умираю каждый день, а братья и сестры не видят. Это пустые слова. Но братья и сестры должны видеть, что ты для себя, для своей гордыни, для своего хочу-не хочу умираешь. Для того, чтобы другому было хорошо, ты должен себя в чем-то ущемить. Следующее, он говорит, Павел, ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. В живой плоти не откроется. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Следующее, но умираю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Это жизнь Павла. И Пол говорит, что? Подражайте мне, как я Христу. Христос так жил. Можно ли про Христа сказать, что Он жил сам для себя? Даже один поступок не можем так объяснить, что Он жил для себя, правда? Я уверена, что не один Пол, а все апостолы так жили. И все ученики Иисуса Христа так жили. И вот Павел, он жил в этой борьбе, умирал. Не один раз умер, и все, я вот покрестился, умер, воскрес, и пошел жить. Каждый день. Каждый день. Это образ жизни. Ребята, это образ жизни. Понимаете, к чему мы призваны? Это образ жизни. Мы уже виноградники, мы уже служителям. Это образ жизни. Если мы так не живем, то под конец сможем услышать, что у нас глаз какой? В конце концов мы можем услышать, что наш глаз завистливый. Он будет завистливый, если не умер. То ты будешь смотреть, а почему этому лучшее место, а почему этому большее, а почему это? это человеческая натура. Понимаете? Ибо мы знаем, что закон духовен, говорит Павел, а я плотян. То есть он разлил, что внутри два человека, плотской и духовный. и духовный всегда хочет того, что Божье, а плотской всегда хочет того, что по плоти. Что мы избираем? Как мы живем, по плоти или по духу? И если вот так двигаться, как Павел о себе говорит, тогда ты будешь действительно идти к святости, идти к славе. И это большая вероятность того, что ты Господу будешь угождать. Что в тебе не будет такое самомнение, когда ты скажешь, я достой лучшей награды. Я достой лучшего места. Не будет. Потому что крутость и смирение не даст тебе думать о себе выше, чем ты есть. Но мы видим про этих работников, которых Господь позвал виноградник. И они много лет, ну, много лет допустим, в церквях, а так много часов работали, целый день. И все-таки имели завистливое сердце. И когда пришло время, оно проявилось. Что? Они не были довольны чем? Сколько им дали? Вы видите, чем они были недовольны? Они были недовольны, что другим дали больше. Не говорится, что они были недовольны, что им мало дали. Они были недовольны, что тем дали столько же. Понимаете, что такое завистливое сердце, да? Как это? Им дали динарии. Так с тобой уже договорились по динарию дать. Ты получил свое. Ты получил награду, радуйся. А почему у него столько же? Понимаете, как некоторые умеют смотреть в чужой кошелек, чужой карман, чужой доход, туда, а не к себе, сколько тебе Бог дал, радуйся. Тебе Бог дал много. О, мои дорогие, как хочет Бог видеть нас вот такими смиренными, кроткими, любящими, чистыми, святыми. Вы знаете, на протяжении всего, как сказать, начала церкви и до самого конца, не нашей вообще церкви на земле, Бог постоянно будет избирать. Постоянно будет избирать новых и новых и новых. Даже в нашей церкви Бог будет избирать новых и новых, приводить и приводить служителей. Но мы можем сказать, но уж извините, мы уже здесь столько лет служим. Я слышала такое мнение, как пришел новый человек и говорит, ну, у нас все уже занято. Я уже что здесь могу? Ничего. Вы знаете, мне так смешно стало. Неужели в Царстве Божьем нету мест работать? Неужели все места в Царстве Божьем заняты? Такого не бывает. Сколько бы ни пришло служить, и хоть все проповедующие будут. Хоть все будут исцелять и изгонять бесов. Царство Божье будет только расширяться. Понимаете? Это только благодать и благословение. Нету такого, что уже все заняли места и вам все. Места нету. Это не в автобусе. Мои дорогие, и награда зависит не от выслуги лет. Не от выслуги. От чего? От того, насколько ты искренен. Насколько ты приблизился к Богу. Насколько ты честен и порядочен пред Богом. Насколько ты посвящен Господу. От этого зависит отношение даже Господа к тебе. Бога сердце располагается к тем, кто посвящает себя искренне Богу. Насколько мы себя смирим, настолько мы и приблизимся. И те, которые пришли позже, они не думали о том, сколько им дадут. Они скромненько думали, ну что, мы же поздно пришли, скромненько. А получили большую награду. Потому что скромненько о себе думали. это так велико, когда человек не думает о себе много. Как Иисус в одном месте пришел, посмотрел и увидел, ой, как они о себе высоко думают. И тоже стал говорить к ним притчей о том, что не надо о себе думать больше, чем вы есть. Но служить Господу надо в кротости, в смирении. и почитать всех вокруг себя. И все, что Господь говорит, иди в винограде, послужи. В начале, в середине, в конце. Каждый понесет столько, сколько он может понести. Для каждого есть свое время. Каждый знает, как и кто, когда созрел. Это все в его руках, в его власти. Но он всех хочет привлечь к себе. Он всех хочет привлечь и всем хочет дать. Кто хочет взять? Вот и все, что могу сказать. И поэтому он и говорит, что Царство Небесное подобно кому? Хозяину дома, который призывает. И он же и судит праведно. он судья праведный. И как прекрасно, когда мы не огорчаемся и только срадуемся, если Бог кого-то поднимает в наших глазах. Если мы не думаем, что нам не додали, а кому-то передали, почему и сказано, радуйтесь радующимися. Как трудно радоваться с радующимися. Легче плакать с плачущимися. Обратите внимание на человеческую натуру. Сколько такого в опыте у меня, когда мы только приехали сюда в Англию, и мы нуждались и помогали нам некоторые братья и сестры и любили сочувствовать нам. Их как-то вот эгоизм, наверное, гордыню удовлетворяло, что у нас ничего нету, и они помогают. Но вот когда наблюдаешь немножко, начинаешь подниматься, а у них уже радость кончается. Ну, так порадуйтесь, что мы поднимаемся, а почему-то нету радости. И вот смотришь и думаешь, Библия пишется. Мои хорошие, мы должны меняться внутри, потому что это человеческая натура. Она вот такая. И когда ты видишь, даже со стороны на кого-то, сразу подумай о себе, а ты как? А может ты точно так же судишь его, посмотри на себя. Боже, упаси, чтобы ты так же поступал. Поэтому учитесь радоваться с радующимися. Учитесь радоваться благополучию ближнего. Учитесь радоваться, если Господь кого-то избирает. То же самое с блудным сыном. Иисус показал почти то же самое. Когда вернулся блудный сын, тот, который был все время рядом с отцом, не порадовался. Иисус опять показал, вот натура человека. Ну как же, я же все время был с отцом. Я все время тебе служил. Отец говорит, ну и мое не твое ли было? Ну порадуйся, твой брат был мертв и ожил. Где же у тебя сердце, которое плакало за брата? Оказывается, не плакало. было рада. И хорошо, мне больше достанется. Больше любви отца, больше внимания. Я какой хороший сын, а он негодный. Вы только посмотрите натуру свою, какая она у нас испорчена. Сколько нам надо работать над своей натурой, чтобы не быть подобными, им ведь Иисус показал. Он обнажил натуру человека, обнажил. Как не хочется быть им подобными, правда? Как хочется так жить перед Господом, чтобы он был доволен нами. Я хочу спросить вас, вы не задумывались, когда читали вот эту притчу, а почему хозяин дома начал давать зарплату, ну плату, начиная с тех, которые пришли в конце, а не с тех, которые пришли первыми? Саша хочет сказать, ты задумывался, да? Я тоже задумывался, почему? Да, самое интересное, он мог дать тем, которые пришли первые, дать им по динарию, они пошли довольны, но он сказал, дай с тех, которые пришли в конце, перед их глазами, вы понимаете нашего Господа? И тут же проявилась натура, и тут же показалось, оказывается, глаза завистливые, мои хорошие, Господь испытывает нас всегда, и добром мы испытываемся, и злом испытываемся, и жадностью испытываемся, и добродетелями испытываемся, мы всегда испытываемся, и любовью, и ненавистью, всем мы испытываемся, как хочется, чтобы мы всегда стояли в истине, чтобы мы всегда стояли в праведности, чтобы никогда не смутились, никогда не склонились на неправедную сторону. И наши глазки должны быть чистыми. Потому что от того, как мы видим, мы и поступаем. Понимаете? Поэтому видим там и сердечком, помните? Видим там и нашим внутренним человечком. Наш внутренний человек должен быть чистый. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, Иаков говорит, и сварливость, то не хвалитесь. И вот перевод греческий написано, не превозноситесь и не лгите против истины. А тут говорится, и не лгите на истину. То есть не говорите, что вы стоите в истине, не лгите на истину. Это не является истиной. Если в нас есть сварливость, недовольство, ропот, зависть, это все худое ведет за собой. Поэтому не лгите на истину. Иисус проверяет нас. Испытывает каждое сердечко. Мы с вами молимся о том, чтобы много народа пришло, правда? Мы с вами молимся о том, чтобы пробуждение началось. Мы с вами молимся о том, чтобы сила Божья сошла. Куда? Вот сюда? Она сойдет на тех, которые пришли. Ну как же, мы здесь 25 лет. Они только вчера пришли. Да, аллилуйя. Аллилуйя. Если сойдет сила на тех, которые только зашли, уже силу получили. Только зашли, уже служителями хотят быть. Порадуемся? А? Я думаю, должны радоваться. Потому что наш Господь там знал их, где они есть. И блудного сына приведет. И перстень оденет. И скажет еще, заколите для него. Праздник будет. Потому что он его ждал. Понимаете, от нас он ждет что? Сердечко. Сердечко доброе. Сердечко открытое. Радоваться каждому. Кто будет Богом избран. Кто Богом будет привлечен. На кого сойдет слава Божья. Но даже если он пойдет вперед. Даже если будет впереди тебя, дорогой брат и сестра, просто ты не бежал. Вот и все. Кто виновен, что ты не бежал? Поэтому сказано, бегите, как наристалище. Тогда те, которые будут бежать за вами, они тоже прибегут. Но ты будешь всегда не последний. А то можно оказаться последними. Но если останемся последними, да не будет завистливого глаза. Потому что Бог наш добр. Как Он и сказал, что глаз твой завистлив, а то, что я добр. Я не хочу такое услышать от Господа. Не хочу. Я хочу, чтобы глазки были святыми. Чтобы радовались и сорадовались. Вместе с Господом. Он радуется о каждом, кто посвящает себя Ему. Он радуется о каждом, кого избрал, и тот избрал Господа. А я вдруг скажу, зачем? Зачем Его? Да не будет этого с нами. Научитесь от Господа. Он кроток и смирен сердцем. И Он добр. И Он добр. И Он приводит и приведет. И даст награду. Даст служение. Даст помазание. И зальется слава. И я хочу, чтобы мы все ликовали. Мы все радовались. Чтобы церковь действительно была церковью любви. Мои дорогие. Не на словах. А любовь не ищет своего. Аминь. Не будем искать своего. Будем искать того, что Божье. Я вас благословляю. Мяуна. тирка. Продолжение следует...